Задача 5.70. Три концентрические сферы образуют конденсатор. Радиусы сфер R1, R2, R3. Внутренняя сфера заряжается зарядом Q. На наружной индуцируются заряды минус Q. И возникает электрическое поле. Надо найти емкость конденсатора, если наружный шаровой слой заполнен диэлектриком с диэлектрической проницаемостью эпсилон. Для того, чтобы рассчитать емкость, мы будем использовать определение. Формула определения этой емкости, которая сописывается таким образом. Заряд, помещенный на одну из пластин, будет пропорционален разности потенциалов между пластинами. А коэффициент пропорциональности будет как раз та самая величина, которую мы ищем. Наша емкость. Для определения емкости мы должны найти разность потенциалов между пластинами конденсатора, между обкладками конденсатора внутренней и наружной, и подставить сюда при известном заряде. Тогда мы найдем емкость. Чтобы это найти, мы будем использовать, естественно, связь между напряженностью поля. Если у нас... Разматривается случай сферической симметрией, то мы будем использовать такое соотношение. Потенциал ни от чего, кроме расстояния до центра сферы, не может зависеть. Поэтому здесь будет стоять емножение дефи подверг. Производная со знаком минус, на который указывает, что напряженность в поле будет направлена в сторону убывания потенциала. Чтобы рассчитать потенциал, мы выразим дефи минус е умножить на dr. Это у нас будет проекция. Если проекция будет положительна, это значит, что вектор е совпадает по направлению с радиус-вектором. В данную точку пространства ведущему. И наша задача найти напряженность в поле. Напряженность в поле будет, очевидно, разная. Если на границе раздела диэлектрика не происходит скачка индукции электрического поля, D1 равно D2, то нам, наверное, удобно найти D1 и D2, а потом перейти к напряженности. Напряженности будут разные. А D будет зависеть однообразно от этих вещей. Найдем с помощью теоремы Гаусса. Теорема Гаусса. Поскольку у нас здесь есть D-электрик, то диорема Гаусса – D-электрика. Так у нас будет звучать так. Поток вектора электрического смещения D или индукции электрического поля через любую замкнутую поверхность будет равен сумме свободных зарядов, находящихся внутри этой поверхности. Рассмотрим какую-либо точку и проведем в нее радиус вектор. В этой точке определим, чему равна D. Это нам поможет найти зависимость индукции электрического поля от радиус вектора. А если мы найдем, то мы перейдем к напряженности и вычислим разность потенциалов. Для того, чтобы найти здесь напряженность, мы выберем поверхность интегрирования, которую мы здесь обозначим пунктиром, в виде сферы, для того, чтобы легче было посчитать этот интеграл. Тогда у нас рассуждения будут такие. Поскольку у нас D и DС будут совпадать по направлению, и можно убрать вектора, оставив отказ скалярное произведение, просто произведение модулей векторов. И поскольку у нас расстояние до всех точек пунктирной нашей сферы до центра одинаково, то D равно константе, мы ее вынесем. И получится у нас, что D равно... D умножить на площадь 4πr квадрат. Это мы рассматриваем сферу, пунктирную радиусом r. Может равно... А внутрь попадут только заряды, находящиеся... Здесь заряды только есть положительные на внутренней пластины, и отрицательные на наружной. Поэтому попадут только заряды Q. Следовательно, D будет определяться такой формулой Q разделить на 4πr квадрат. Ну, в скобочках здесь заметим, нам это не нужно будет, что это всегда D равно σ. Если я не прав, то я не про то. Так, дальше мы должны будем найти E1 и E2. Будем сначала искать... Во внутренней области обозначим напряженность буквой E1. E1. А наружной E2. E1 от R будет равно... D, она у нас будет одинаковая в обеих частях, деленная на ε с ноликом, а ε равно 1. Поэтому получится такая формула. И E1 будет иметь такой вид зависимости. 4π ε с ноликом r квадрат. Соответственно, D, E2 как функция r будет определяться... Такой же формулы, только здесь будет равен... Эрикс, ε еще стоять. D то же самое. На ε с ноликом ε. Здесь будет Q разделить на 4π ε с ноликом ε. и еще R в квадрате. Заземлим одну из пластин, чтобы у нее потенциал был равен нулю. нам важна разность потенциалов U, которые здесь стоят. Поэтому здесь мы запишем и будем считать дальше потенциал внутренней сферы, шагая от R2 к R1. Потенциал запишем как сумму Dφ от R2 до R1. Это как раз и будет у нас разность потенциалов между наружной пластиной и внутренней пластиной. Тогда здесь мы должны будем подставить вот этот Dφ е умножить на dR. Сначала мы будем подставлять E2. Это будет интеграл от R2. Ой, у нас тут ведь R3, да? Поэтому здесь R3 до R1. Сначала мы от R3 до R2 по заштрихованной области, там где есть делекция, прошагаем. Это у нас будет Q на 4π ε с ноликом ε dr разделить на r плюс интеграл от R2 до R1. То же самое Q на 4π ε с ноликом dr разделить на r квадрат. И здесь R квадрат. выносим константы Q на 4π ε с ноликом ε. И здесь будет стоять ε мы не вынесем, потому что здесь оно есть, а здесь нету. Здесь у нас получится при интегрировании минус... Да, здесь, во-первых, знаки минус надо подставить, а во-вторых, когда будем подставлять при интегрировании, будем подставлять не верхнее, а потом нижнее, сначала нижнее, потом верхнее, чтобы от минусов избавиться. То есть от R3 до R2. Здесь у нас будет стоять такая величина. Единица на ε, вот это, умножить на скобку. Единица на R получится первообразная со знаком минус, поэтому будет единица на R2 минус единица на R1. Плюс... Здесь уже единица на ε не будет, потому что единица равна единице, и будет просто скобка. Единица на R. Это мы по наружной, поэтому от R2 до R3. А теперь мы будем второй интеграл считать от R1 до R3. А здесь у нас было от R2 до R1 будет. От R2 сначала, значит, R1 подставим, а потом R1. Вот такой получается ответ. Попробуем его сейчас привести к удобоваримому виду, более-менее приличному. Q на 4π ε с ноликом. Ну, тут, собственно говоря, ничего не приведешь. Можно, конечно, привести к общему знаменателю, но от этого ничего лучше не станет. Поэтому не будем ничего приводить. А скажем так, что у нас сейчас есть налажена связь между разностью потенциалов U. Я вот здесь, наверное, запишу. У равно, а здесь перепишу просто это выражение. Единица на ε деленное умножить на скобку единица на R2 минус единица на R3. Учитывая, что U равно Q разделить на С, мы можем сказать, что величина емкости будет равна. 4π ε с ноликом единица деленное на единица на ε, единица на R2 минус единица на R3, 1 плюс единица деленное на единица на R1 минус единица на R2. Вот такой получился ответ. Наверное, можно как-то попробовать его привести к хорошему виду. Можно это ε принести в числитель, но пользы от этого уже не будет. Продолжение следует...